Спасибо большое, что нашли время сегодня сюда прийти. Я расскажу вам про новый проект и продукт в сфере ивент индустрии и проведения мероприятий. Поаплодируйте, кто за последние полгода покупал билет на какой-нибудь концерт или событие, кроме этого. Когда вы покупаете билет, то зачастую там есть посредник, чаще всего, который продает вам билет от лица организатора, тем самым добавляет какую-то стоимость, сбор, комиссию. Это на самом деле не очень хорошо. Со стороны организатора ситуация тоже не всегда гладкая. И получается, что организатор не всегда доволен работой с посредником. И настал момент, когда организатор подумал, а почему бы я не могу сам все продавать? У меня же есть интернет, в интернете много людей. И вот появилась система продажи билетов. Сервисы появились, которые позволили действительно продавать билеты. Это все получалось. Но этого было не так достаточно, и мы создали Q-Tickets. Что такое Q-Tickets? Это платформа, это технология, это подход, это система, которая позволяет организатору настроить и выстроить свою дистрибуцию билетов на мероприятия. Именно сделать сеть продаж, видеть и контролировать все, что происходит в ней. Вы как покупатель получаете удобный сервис. Вам не нужно ломать себя, чтобы покупать билеты на сайтах агентов или посредников, где зачастую вообще сейчас очень сложно что-то купить. Покупатель получает свой билет, организатор получает свои деньги, мы получаем тоже свою комиссию. Все происходит в один момент. Это очень важно, это очень ценно для организаторов. Таким образом мы успели поработать в более чем 40 городах России и ближайшего зарубежья за последние полгода. Охватили не только концерты, шоу, фестивали, но в том числе судоходства, экскурсии, семинары, мастер-классы и куча всего разного, где проходят оффлайн мероприятия. В наших списках есть концерты артистов Блэкстара, Газ Голдера, эстрадные певцы, в том числе селебрити, вот например Лена Крыгина. В итоге мы закрываем много разных проблем, но основные для покупателя, то что он покупает всегда без наценки, удобно, просто и напрямую у организатора. А организатор, в свою очередь, не несет издержек по созданию своего ПО. У него есть классный сервис, мощный, который дает все инструменты и контролирует все, что происходит у него в режиме реального времени. Также мы забираем часть работы на себя по поддержке покупателей, их консультируем. В такой модели мы на самом деле конкурируем не только с классическими игроками на этом рынке в виде операторов, сервисов, но в том числе и конкурируем с теми методами, которые на этом рынке прижились. Это лень, во-первых, и во-вторых, вот например в концертах есть авансирование, это реальный конкурент. Вот мы с этим боремся и очень на самом деле это работает хорошо. Постепенно это уходит, и мы этому рады. Наша модель – это заработок с процента, плюс есть дополнительные услуги, и также мы партнеримся с третьими лицами для того, чтобы зарабатывать дополнительный доход. Вот. Продукт делает небольшая команда, в том числе у нас есть партнеры на аутсорсе, делающие определенную работу, и большую роль играют организаторы, которые являются не просто клиентами, но в том числе они продвигают наш продукт на своем регионе, потому что они являются очень… им очень нравится продукт. Два направления, которые мы сейчас открыли для набора кадров – это маркетинг и аккаунтинг, поэтому кто заинтересован, можете отправлять резюме. Два миллиона рублей было инвестировано в проект, сейчас мы зарабатываем три рубля с одного вложенного рубля. К концу года мы дойдем к отношению один к пяти. Масштабирование и развитие сервиса потребует 20 миллионов рублей, и мы будем зарабатывать более 10 рублей с одного вложенного рубля. И будем расти как грибы. Кто просил грибы, ребят? Поднимаем уровень. Присоединяйтесь. Ну что, у меня вопрос самый достаточно простой, поскольку у нас мало времени. Зачем нам сотый клон билетного агрегатора? Зачем он клиент? Клиент он за тем, что, опять же, без переплат продаются билеты, потому что… Подождите, но вы же берете комиссию, вы же сами сказали. Комиссия берется с организатора. Мы выстраиваем с организатором так ценовую политику, работу, что он приравнивает цены так, чтобы у нас продавалось ровно как нужно. Но это только до того момента, пока организатор – мелкая компания. А когда, условно говоря, будет Алла Борисовна Пугачева? Зачем ей через вас продавать, когда она может это продать существенно больше через другие агрегаторы? У них больше известно. Дело в том, что здесь другой подход. Если мы говорим об агрегаторах, которые классические билетные агенты, то они прокачивают свой бренд и продают билеты как бы на субподряде. Но мы работаем с клиентом в партнерстве, развивая его. То есть это все равно, что Алла Борисовна Пугачева откроет свой билетный стол и будет продавать билеты. Но она в состоянии это себе позволить в конце концов. А вы-то зачем ей? Вот для того, чтобы это сделать. Но она это сделает без вас. Если сделает – отлично. Но кроме нее есть куча других артистов и организаторов. Которые работают на сегодняшний день с другими агентствами. Вы зачем? Они работают не с агентствами, они стараются работать сами. Все больше и больше без агентств. И мы даем им эту возможность. И что вы даете? Мы даем инструменты и подход с технологией. Плюс у нас еще… Но клиент при продаже билетов нужна продажа билетов, а не технология. Продает организатор. Это новый подход. Но вы-то тогда зачем здесь? Спасибо. Напомню, мы по-прежнему тем, кто собираем донаты для девочки Лизы для лечения раковой опухоли. Надеюсь, что вы поддержите это наше направление. Спасибо. Смотрим. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok